Всем привет! Мы сегодня поговорим о Турции, о менталитетах, о турецкой родне. Мы поговорим немножко о родственниках турецких. Хочу эту тему развить, давно как-то мы о ней не общались. Я хочу вам рассказать о категориях родственников турецких, как с ними правильнее бы общаться. Потому что у родственников есть дальность. Кажется, что все клановы живут, ну в основном очень многие, да, близкие, тесные, семейные взаимоотношения. Благодаря этому очень многие люди задают некультурные вопросы, нарушают ваши личные границы, суют нос куда не надо и так далее. Или хотят участвовать как-то в вашей жизни. Кому позволительно это делать, а кому нет. Давайте для начала. Людей, которые будут лезть, даже дальние родственники, с которыми вы видитесь раз в год, раз в несколько лет, они тоже могут на вот таких мероприятиях и встречах задавать неудобные, некрасивые, некультурные, личные какие-то вопросы. Это не считается чем-то, скажем так, плохим, неодобрительным. Но сразу скажу, так делают далеко не все. Это люди, у которых стерты личные границы. Где-то они могут быть некультурно, где-то невоспитанные, то есть бесцеремонные, да. Но так далеко не все поступают. Люди более такие светские, многообщающиеся с другими людьми, работающие в плане какой-то работы такой, знаете, образованности тоже очень влияет уровень образования, уважения к другим людям. Такие люди так себя не ведут, да. Они тоже держат какую-то дистанцию. То есть я хочу сказать этим, что турки все разные бывают, да. Но вот кто обнимается, задает какие-то неудобные вопросы личные и так далее, это их очень много людей, но это не прям не вся страна, это не все так делают совершенно. Скажем так, провинциальнее попроще, я думаю, в наших странах точно так же, тем люди более открытые, меньше у них границы, больше стираются границы, меньше границ у них межличностных, они более бесцеремонные, могут приехать в гости надолго к вам, на месяц, на полтора и не уезжать. Так тоже здесь иногда делают родственники. Но сейчас об этом поговорим. Вот первый круг вашей семьи родственников, если вы замужем за турком или у вас какие-то турецкие родственники существуют, то есть это не для иностранцев и туристов каких-то. Вот первый круг ваших родственников, конечно, это ваши свекры, это братья-сестры вашего, скажем так, супруга или избранника, молодого человека-парня. Это прям самая близкая семья. Очень часто сюда подключаются вот в этот круг, если тесные связи в семье входят и двоюродные, кузены-кузины, тети, дяди и так далее. То есть это зависит от того, насколько у них близкие взаимоотношения в семье. Например, брат-папа, например, они всю жизнь там вместе, рядом, живут. То есть они условно становятся как будто бы прям родными-родными. То есть двоюродные кузены-кузины для вашего, например, избранника, супруга или парня, они прям как родные. Такое тоже есть. То есть если такая ситуация, то вот эти двоюродные тети, дяди, они тоже вот в этот прям ближайший круг семьи могут вот этот костяк входить. Это люди, с которыми вы, если отмечаются в семи дни рождения, праздники, байрамы, естественно, в первую очередь, это те родственники, ваши свекры ближайшие, кому мы звоним на праздники, поздравляем с важными событиями, байрамами. Очень часто даже бывают такие семьи, что люди не отмечают дни рождения, но государственные праздники, байрамы различные, религиозные праздники. Позвонить, поздравить, если вы даже живете дистанционно, далеко, где-то на расстоянии, обязательно нужно поздравить какие-то события. Это те люди, которых мы спрашиваем, как ваше здоровье, как ты поживаешь. То есть вот это, даже если вы довольно-таки далеко, назовем так, эмоционально, как-то мало общаетесь, но вот этот тон вежливости, позвонить и узнать для вида праздник и все прочее, обязательно с такими людьми мы делаем, то есть это ближайший круг ваших родственников. Эти люди приходят к вам в гости, на чай и кофе, вы отмечаете, как-то гуляете, завтраки вместе, вот это вся история. То есть семейное такое времяпрепровождение, это окей. Следующий круг родственников идет подальше. Это могут быть двоюродные у кого-то, кто далеко где-то живет в других городах, но созваниваются по телефону, редко видятся там раз в год, например, на каких-то праздниках, днях рождениях, свадьбах, сюнетах и так далее, помолвках, в общем, какие-то официальные праздники, дни рождения. Дни рождения не у всех совершенно, от семьи будет зависеть, кто отмечает. Или встречаются раз в год там на курорте, или приезжают в гости такие родственники к тебе. Например, если ты где-то на курорте живешь, ну, в Турции очень много курортов, да, условно, везде тепло. Ну, в Стамбул любят так, с курорта, например, в Стамбул приезжают, устали от туристов, приехали в Стамбул потусоваться. Или ты также из другого города ездишь к ним в гости на курорт. То есть, условно, у вас какая-то встреча, контакт происходит раз в год, условно назовем, да. Это могут быть тетушки, дедушки, двоюродные, троюродные братья-сестры, вот такое, да. То есть, янге, там, дядина, например, невестки, вот это вот такой вот круг уже подальше. Это люди, которым мы не обязательно поздравляем с днем рождения, это люди, которым мы не обязательно звоним на какой-то байрам, но желательно, если вы это будете делать, ну, их просто очень много, как правило, то уже десятки людей, так, с кем-то вы там общаетесь выборочно поближе, с кем-то, может быть, нет. Но, например, если это похороны или свадьба, то есть, естественно, 100% вы должны участвовать в этих мероприятиях, же желательно, да. Или, если это про свадьбу, и вы, например, не пойдете, и у вас не будет причины явной не идти, скажем так, скидки какой-то, то они вправе обидеться на вас. Кстати, когда они приходят на свадьбу, это очень оскорбительно, на самом деле. То есть, это прям показать свою фи, если был какой-то конфликт, какая-то ругань, скандал, не прийти на свадьбу, или тебя не пригласили на свадьбу. То есть, это такой жест, не очень, как бы, к тебе не очень хорошо относятся, тебя не хотят видеть. Это очень важный показатель. Если вы не идете к таким людям на свадьбу без уважительной причины, что там бояли или уехали куда-то, еще что-то, там, у вас маленький ребенок, вы не можете, там, ухаживаете за больным человеком, еще что-то, то это будет расцениваться, как бы, не очень. В таких случаях принято подарить цветы, отправить букеты, вот эти вот венковые, которые на свадьбу, показать, что я все равно с вами, или отправить подарок, золото, или еще что-то, но, типа, я не могу, но, типа, я вас не хочу обидеть. Вот это правильный тон будет. Если вы категорически, типа, игнорируете приглашение, это сразу никто вам еще не скажет, скорее всего, это, конечно, будут обсуждать за спиной, больше вас звать никуда. Скорее всего, это родственники не будут, вам звонить не будут, это прям такой игнор, это не очень хорошо, это прям как ваш протест определенный, фи будет воспринято, не так, чтобы, типа, забыли. Ну, похороны тоже такое, все тоже собираются, вот эти вот круги. Дальше, есть еще родственники третьего круга подальше, с ними, как правило, общение происходит раз в год только по каким-то мероприятиям и поводам, без гостей, визитов, чаевничьей, вот этого всего истории, мы им не звоним на байрамы, праздники не поздравляем, просто общаемся иногда там при какой-то встрече, то есть это родственные посиделки, это вообще дальний-дальний круг родственников, например, когда это похороны, свадьбы, прям такие грандиозные сюнеты и всякое прочее, даже не помолвки, эти люди туда не входят, например, там в деревне, у родителей, там у свекров, какие-то родственники, они все живут там рядом и так далее, то есть мы приезжаем, общаемся на место, когда мы визит наносим, да, несколько лет, может, раз в год, да, поздоровали, ха-ха-хи-хи, пообнимались, чьи попили, ну и все, как бы уехали, такие родственники очень дальние, не приезжают к вам в гости надолго, погостить, потусоваться у вас, пожить у вас, потому что вот эта тема житья и гостения, вот этих личных границ, родственники второго круга, который чуть подальше, да, не прямо уж гостя к семье, они могут себе, да, позволить, здесь это считается нормальным, когда приезжают к тебе в гости, не спрашивая, удобно тебе это или нет, и остаются у тебя в гостях, то есть это месяц, может быть, полтора, может быть, это считается нормой, и о том, что человек, например, вас беспокоит, нарушает ваш уют домашний и так далее, все прочее, он об этом не думает, вы принимаете в свою очередь, ну, знает, что вы тоже можете к нему в ответ приехать, на месяц у него там застрять на полтора, не принято некрасиво таких гостей, как бы намекать на то, что им пора уехать, намекать на то, чтобы, скажем так, а вам бы уже не пора, а вас там дома жена заждалась, такое бывает, да, и когда-нибудь там дядя приехал, сбежал от своей, короче, например, сварливой жены, бы уехал, пенсионер, например, да, уехал к своему брату в гости, не знаю, к вашему свеклу, а вы с ними вместе живете, и вот вы его принимаете, почиваете каждый день, как великого гостя, столы у нас ломятся, мы все это очень хорошо общаемся, вот это вот все гостеприимство максимально, то есть каждый день вот эти элементы гостеприимства мы должны показывать, да, что мы гостя любим, ждем и так далее, если мы намекаем, что пора уехать, покупаем ему, например, обратный билет или как-то эту тему, то есть вообще вот эта тема, не пора ли бы вам, это, конечно же, уже фи такое, это как бы оскорбление, и человек может обидеться, и прям больше никогда к вам не приезжать, но скажете, ну и слава богу, зачем мне такие гости нужны, но опять же не забываем про сплетни в семье, это будет расценено, обсужено, скорее всего, об этом будут говорить, скажем так, вы можете прослыть негостеприимным человеком, нетеплым, которому в гости вообще ездить не надо и так далее, ну в общем, там свои нюансы, это тоже от воспитания в семье, зависит, у кого-то есть, у кого-то этого нет, но в большинстве, я говорю, да, варианты, которые могут быть в большинстве своем, очень многие так с этим сталкиваются, но всегда, на самом деле, честно скажу, если есть такие беспардонные, реально надоедливые гости, дальние какие-то родственники, неблизкие, то даже сами там свекры, ваши там тетушки, прям близкие такие, первый круг вот этой семьи, которой я рассказывала, они, как правило, терпение тоже заканчивается, нельзя всегда как бы это терпеть, гостей тоже, и намеки все равно делаются каким-то образом, деликатно, издалека, второстепенно по-турецки, скажем так, выдворяется этот гость, намеки даются, но это, конечно, не ваша забота не вам делать, либо это ваш супруг делает, либо его какие-то там свекровь свою попросить, или как-то это обсудить и так далее, то есть, ну, как бы, говорится, месяц это нормальный срок, да, ну, как бы, приехал и знай, как бы, меру, и надо тоже уезжать, да, пересиживать и полгода жить, тоже никто, и как бы, это ненормально, но месяц это довольно-таки еще нормальный срок, для людей с европейским невосточным менталитетом, это трудно понять, это трудно почувствовать, это напряжно, это нарушение личной вашей границы, это протест у вас внутри, скорее всего, вызовет, восточные менталитеты турецкие, это прикольно, это классно, это родня, много родней, чем больше в моем доме людей, тем больше любви, родственников, неважно, хорошо вы общаетесь там или нет, главная вот эта хлебосольность, все вместе, объединение, до поры до времени, месяц проходит, это уже напряг становится тяжело, и уже вот начинаются вот эти какие-то далекие намеки, а не пора ли вам уже как бы и честь знать. В чем особенность, да, вот про общение с этими кругами родственников я рассказала, особенности, вы со всеми ими должны блюсти, как иностранцы, кто меня смотрит, иностранцы, а не турки, свои личные границы, вы всегда должны себе задавать вопрос, а мне это комфортно, а мне это нравится, а мне это удобно. Если вы об этом думать не будете, они, никто о вашем комфорте, личных границах никогда не задумываются, это чисто ваша проблема и ваше какое-то недовольство. Поэтому корректировать, насколько к вам в семью или в гости заезжают, лезут, докучивают, вносят свои правила, это ваша личная забота, я всегда об этом говорю, расставление личных границ, оно должно быть с самого начала, мы не позволяем изначально куда-то залазить. Позволить залезть сразу очень легко, а потом отодвинуть границу, как-то отдалить людей категорически трудно, больно, это конфликты, скандалы, это проблемы, нарушения каких-то связей, в общем, ругань какая-то лишняя, которая вам, скорее всего, не нужна. А вот изначально держать подальше, а потихонечку приближать, если вас все это устраивает, и вы чувствуете людей безопасными, это самый оптимальный вариант. Это всегда легко делать, никаких конфликтов, проблем не будет у вас это вызывать. Вы просто будете пододвигать границу, когда люди вам становятся ближе, опять же, по своим желаниям, когда вам это приятно, вы это хотите, допускаете, все окей, по-обоюдному идет. Все очень просто. Но скажу точно, пожалуйста, держите ухо в остро, потому что, чтобы вы, скажем так, не очаровывались, потом не разочаровывались, чтобы вам не было больно, или каких-то не было разочарований. Все люди очень разные, особенно восточный менталитет, если вам что-то в лицо не говорят, не говорят о том, что об этом не думают, или не щебечат за вашей спиной, да, и чтобы вам не казалось, что вас предали, обидели и так далее, вас, двуличные вот этих всяких фраз не возникало, давайте сразу границу какую-то выстраивайте, и сначала на вытянутом расстоянии, потом потихонечку приближаемся, чтобы вам не было больно, потому что больно будет вам, но не этим людям. У них в культуре, в воспитании это поведение нормальное, и оно так не ранит их, как у вас. Проблема только у вас будет. Они к этому привычны, у них все окей. Вот такой легкий экскурс в семейные отношения восточного менталитета. Если есть что дополнить с удовольствием, пожалуйста, пишите в комментариях, очень интересно будет почитать. Если есть вопросы к новым видео на подобные темы, задавайте обязательно, сниму и расскажу. Здесь внутрянку, внутреннюю кухню, как что у нас здесь происходит. В инфобоксе под видео есть моя почта, пишите туда ваши истории от анонимов, если хотите, чтобы я это на канале зачитала и дала какие-то рекомендации, или мои индивидуальные консультации, психологические темы, письма, консультация. Также в инфобоксе Телеграм-канал «Самыми свежими новостями Турции». Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok